Вчера произошло парадоксальное и очень важное событие для понимания происходящего в Украине. На своей официальной ежегодной пресс-конференции президент Петр Порошенко просто безобиняков и прямо заявил о том, что Виктор Медведчук является агентом Кремля официальным. Он является выразителем мнения Путина и коммуникатором с ним же и носителем его точки зрения в Украине. Президент сказал это для того, чтобы объяснить каким-то образом фиксацию программой схемы кортежа Медведчука под администрацией президента, но это реально взорвало мне башку, не знаю как вам. Потому что смотрите, у нас получается, что официально признанный президентом агент Кремля, его же указом, указом президента, введен в Минскую контактную группу по переговорам с сепаратистами, за которыми стоит Москва. Или, например, официально признанный агент Кремля на фоне вот этих всех пафосных заявлений об информационной войне Российской Федерации против Украины и заявление СБУ о том, что российские фабрики троллей готовятся вмешиваться в украинские выборы, распространять антиукраинскую пропаганду, агенту Кремля дают приобрести телеканалы 112 и Ньюзван. Или, например, как вам эта вот новость о том, что агенту Кремля предоставили возможность купить единственный частный нефтепродуктопровод в Украине из России в Венгрию при Карпат-Запад-Транс, по которому качается дизель прямо с завода Броснефти в Украину. 40% рынка покрывают эти поставки. Миллиард 700 миллионов литров за 8 месяцев этого года прокачал Медведчук через этот нефтепродуктопровод. Понимаете, да? И параллельно же Медведчук объединяется с зажиття Рабиновичем, привлекает к этому проекту Левочкина, Бойко и Фиртоша, и Бойко оказывается одним из главных медийных лиц президентского телеканала «Прямой». В чем это говорит, друзья мои? О том, что фактически на наших с вами глазах Петр Алексеевич Порошенко проворачивает просто кампанию по организации входа в украинский парламент, потому что и апоблок, и зажиття, их называют зажог, помните? Блок зажиття плюс апоблок. Идут в украинский парламент для того, чтобы там получить контроль над законодательной властью. У нас есть парламентская президентская республика и с помощью этого контроля решать проблемы Кремля. Порошенко создает им канал входа в Раду и реванша. За что, спросите вы? А за то, что он надеется таким образом получить индульгенцию от Российской Федерации и поддержку на президентских выборах. И уже ее информационно получать. Телеканалы 112 и Ньюс Ван ведут работу по промоутированию фактически Порошенко. То есть сейчас прямо, не стесняясь это абсолютно говорить вам в лицо, президент Порошенко говорит, я признаю, Медведчук – агент Кремля. Да, фактически я сейчас получаю от него информационную поддержку. То есть прямо из Кремля. Для того, чтобы стать президентом. За это я веду его и других прокремлевских политиков в парламент, чтобы они там смогли реализовать интересы Кремля. А мне за это попытаются помочь сохранить президентское кресло. Или как минимум не будут мешать. И это говорят вам, нам, всем в лицо, не стесняясь. Почему? Потому что, первое, он прекрасно понимает, что смотрит его просто, вот знаете, планктон, которому просто говорят, Медведчук – агент Кремля. И все, на этом у них восприятие реальности заканчивается. Они дальше провести параллели и аналогии не способны, которые мы сейчас с вами здесь проводим. Это первое. И второе, он тупо насрать на наше с вами мнение. Мы, мол, нихуя сделать не можем, поэтому, да и шоу, ну агент Кремля, да, работаем вместе с ним. И что, да идите нахуй, Путин нападет. Вот так было и во времена президентства Кучмы. И когда его президентство заканчивалось, я у него прямо спросил. Леонид Данилович, кого Россия должна поддержать на следующих президентских выборах? Он мне сказал – Януковича. У меня возникли сомнения, окончательно ли определился Кучма в кандидатуре Януковича. И я его спросил об этом как бы на завершающем этапе подготовки к президентской кампании выборной. Он мне ответил – все, вопрос решен, принято решение, будем поддерживать и выдвигать Януковича. И я прошу вас и Россию его поддержать информационными ресурсами, политически поддержать. Мы так и сделали. Может быть, Петр Алексеевич таким образом подает нам сигнал, что он тоже никуда не собирается? Он делает это тонко так, с оглядкой на ура патриотов и на настоящих националистов, придурков, которые там бегают со свастикой. Но нам говорит – ребята, у меня там и интересы в России есть, и я вообще-то на самом деле никуда не собираюсь. Может быть и так. Вы заблужаете здесь. Все великолепно сделано. Иначе мы Крым никогда бы не вернули. И Донбасс. Мы все вернем. Благодаря такому, как Порошенко, это наш агент, наш родной слубянкий человек. Он все правильно делает. Янукович все правильно делал. Поэтому у нас есть козыри. Я очень рад, что во главе Украины дорогой, горячо любимый мною Петр Алексеевич Порошенко. Дай Бог ему здоровья. Только он до конца доведет поставленную перед ним задачу, подполковник Порошенко. Обязательно. И квартира в Ростове уже его ждет. Вы понимаете? А такие люди, как Матерул Олег Юви, они эффективны на сегодняшнем этапе гибридной войны, которая против нас связала Украина. На сегодняшнем этапе гибридной войны, которая против нас связала Украина. Против нас связала Украина. Украина. Цинственные бандеры. Бандиты. Милитарные формы с оружием в руках. Крым, Севастополь, Донеччин и Луганщин.